Анатольевна откроет нам секреты нашего замечательного препарата Таги-8. Ольга Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Меня зовут Ольга Анатольевна, я врач-педиатр, стаж работы и опыт, работаю 30 лет. Я главный врач клиники Ормед, клиника, клиника семейной медицины, но работаем для всех. Замечательно! Ольга Анатольевна, скажите, пожалуйста, для чего человеку нужны полипринолы? Полипринолы – это та субстанция, которая необходима для жизнедеятельности организма. Ищуанищенко в 2003 году сказал, что для жизнедеятельности организма нужны бельки, жиры и углеводы, и полипринолы. К сожалению, полипринолы у нас в организме не вырабатываются, они вырабатываются из дарихолов, когда мы употребляем продукты питания. К сожалению, их нужно употреблять в большом количестве. Тогда такой вопрос. Если исследования начались еще в 1930 году, то почему полипринолы получили свою огласку буквально недавно? Вопросом изготовлений занимались действительно давно полипринолы. Здесь важна чистота очистки полипринолов, с помощью которой усиливается воздействие полипринолов на организм, их эффективность. Поэтому только в 2003 году нам удалось открыть полипринолы. Я горжусь, что это произошло у нас в России. Полипринолы достаточно качественные, чистотые очистки. Насколько я знаю, вы сами делали лабораторный анализ именно нашего продукта. То есть у вас есть какое-то исследование, которое вы раскладывали и получали ту информацию, что действительно в ТГ-8 содержатся те самые полипринолы, о которых говорят. Именно я это делала. Это делали люди, мои пациенты, которые сначала сомневались, потом убедились, что действительно до полипринолы нужны чистоты. И на соответствии заявлено как в ТГ. Есть ли какие-то противопоказания? Противопоказания нет. Единственное, что это индивидуальная непереносимость, невосприятие на хвою, на пихту, на ёлку. Но это очень редко. Одна на тысячу человек за два года, что я употребляю и применяю полипринолы в своей работе. Спасибо большое. Тогда следующий вопрос. Если полипринолы преобразуются в долипринолы в нашей печени, то как отреагирует организм человека больной раком, циррозом, гепатитом? Наоборот, полипринолы хорошо влияют на восстановительную функцию гепатоцитов, тем самым улучшают работу печени, нормализовывают антиоксидантный способность печени. Единственное, что если у человека гепатит или холкозаболеваемость, то не нужно в достаточно большой дозе применять полипринолы, и там рассчитывается минимальная доза. И ещё вопрос. Были случаи, когда человек начинал употреблять Тайгу-8, и начиналось жуткое высыпание, как будто аллергическая реакция, прыщи, акне, ну то есть, значит, продукт не подходит? Нет. Это неправильное рассуждение. Это, наоборот, улучшение через обострение. Этот организм, это значит, что это человек очень зашлакованный организм. И такое воздействие полипринолы, это говорит о том, что, наоборот, организму это хорошо. Он начинает очищаться. Просто нужно ему подобрать другую дозу. Если будут вопросы, я могу потом в дальнейшем осветить эти вопросы. Хорошо. И ещё вопросы по поводу детей, кормящих, беременных. Можно ли им, нужно ли им, или категорически запрещено? Ну, мы применяем и разрешаем употребление этого пищевого продукта детям с года. До года всё-таки иммунная система это в состоянии формирования ещё, не вмешиваемся в этот процесс. Беременным, пожалуйста. Наоборот, очень хорошее воздействие, если у беременной есть анемия, и если употреблять бленд, очень хорошие результаты и по восстановлению уровня гемоглобина в крови. И если наша Тайга-8 такая замечательная и помогает всем и вся, то у людей возникает вопрос, почему же она не продаётся в аптеках? Пожалуйста. Это вопрос уже аптечной серии. Хорошо, спасибо вам большое за развернутый ответ. Вот это была Ольга Анатольевна, и сейчас мы раскроем ещё один небольшой секрет. Ольга Анатольевна, скажите, пожалуйста, какого года вы рождения? 1967. То есть вам полных? 50. Прекрасно, спасибо. Я не полю при новой. Спасибо вам огромное. Всего хорошего, до свидания.